Стою небесный, утешителю души истины, Иже везде, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю, приедись в селе сябны, И очистены от всяких скверны, И спаси Божьей души нашу. Билосердный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой, Благодарим Тебя, что Ты нас собрал сегодня на эти занятия. Благослови нас, услышать Твое Слово, принять Его в сердце и исполнить, И понести Его людям, которые еще не слышали о Тебе, Или слышали, но не приняли. Благослови нас, Господи, доводь на все Твоя святая воля, Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. У нас Евангелие Иоанна, и мы продолжаем. 12 глава. И знаете, такое довольно обширное у нас сегодня глава. Ну ладно, вот ее пройдем. 20-24 стихи, аж 5 стихов целых. Давайте прочитаем. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вевсаиды Галилейской, И просили его, говоря, Господин, Господин, Нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей И Филипп Сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, Если пшеничное зерно, падше в землю, То принесет много плода. Да, правильно, все здесь правильно. Просто есть в другом месте там, Это, по-другому написано. Да, все правильно умрет, То падше в землю, Принесет много плода. Про голое семя есть еще, Это под Каримфином пишется там. И толкование блаженного Феофилакта На эту историю. Такое очень важное. По причине красоты храма и чудес, Передаваемых у иудеев, Многие из эллинов пришли поклониться. По причине красоты храма и чудес. Чудес. Господь чудеса-то делает. Ну и не только Господь Иисус. Бог делает чудеса. Помните Вефезда, Где овечья купель, Там тоже возмущается вода, И люди исцеляются. Христа там нету, Это Господь давно уже действует. С Ветхого Завета такие чудеса были. По причине красоты. Они были близки к тому, Чтобы стать и пришельцами. То есть принять и иудеевство. Ну пришельцы, это празелиты, Могут говорить. Пришельцы, Почему говорится слово пришельцы, Это в Ветхом Завете, Господь говорит о пришельцах, То, ну там допустим, Примите их, говорит он, Пришельцев, Которые к вам придут, Принимайте их. А для того, Чтобы они стали С вами вместе, Ну, единококровными, Они должны обрезания принять. И тогда они станут уже Настоящими Членами Ветхозаветной Церкви. То есть будут народом Божиим. То есть Принятие иудейства. Вот это тогда. Когда дошла до них Молва об Иисусе, Они подходят к Филиппу И просят его Доставить им Возможность видеть Иисуса. Ну, здесь нужно Уже молва об Иисусе. Какая молва об Иисусе? Дошла. Какая молва об Иисусе? То, что он ходит, Делает чудеса. В основном чудеса. Исцеляет. Накормил. Вот, вот, ну, хорошо. Какая еще? Ну, правильно? Я тоже не думал, Что он от Бога что-то, Сын Божий что-то. Ну, молва может быть о том, Что за ним охотятся, Вот, что кому-то он не нравится Из высших вот кругов. Тоже такое могло быть. И люди пришли посмотреть сами. Они чудеса-то видят. А почему он не нравится-то Высшестоящим какие-то. Ну, там, Лазаря. Лазаря. Перед этим как раз Про Лазаря есть тут же. Перед этим написано Потому и встречал его народ Ибо слышал, что он сотворил это чудо. То есть воскресил Лазаря. Поэтому встречают. Это же понедельник у нас. Понедельник перед... Страстная Седмица, короче говоря, началась. Просто никто еще этого не знал. Так, давайте еще. Много мы знаем, слушайте. Слава Христу. И к Филиппу подходят они. И просят его доставить им возможность Видеть Иисуса. Доставить им возможность. Сразу почему-то к Христу не идут. То есть до такой степени, Когда вот человек Ждущим Слово и Спасение И изобильно давать иудеям, Которые попирают Даруемое им И умышляют зло. То есть вот уже скоро-скоро совсем Крест Господень. Иудей как бы издевается над Господом. Хотя на самом деле он уже пришел На крестные страдания. И дальше вы знаете, что будет. Самое главное. Тут еще же этого не сказано. Дальше Христос скажет. Пришло время. Вот то есть после вот этого вот сейчас. Следующие стихи будут. Господь говорит. Пришло время мое. Все. Именно после того, как к нему обращаются язычники. То есть он их не принял. Господь сам не ввел язычников в церковь. Почему? Не было еще этой возможности. Нужно было, чтобы сами евреи Первые приняли Духа Святаго. И первые возглавили шествие на небеса. В Царство Небесное. И первые были они епископами, митрополитами, апостолами. Апостол это вообще отдельная тема. Апостол это сначала идет апостол. Ну сначала понятно. Ян Креститель. Пророки. Выше пророков Ян Креститель. И потом апостолы идут. Ну это по временным таким рамкам. А духовная рамка Ян Креститель. Вот так. То есть он выше апостолов написано. Выше всех, кого родили жены. И пророков. А потом идут у нас апостолы идут. Потом апостолы там идут. Епископы. Не было митрополитов тогда, патриархов идут. А потом священства. Прото эти. Вместо хотел сказать. Пресвитеры. Не протопресвитеры. Потом прото-пресвитеры будут. Пресвитеры. Священники. Священники так называем. Мы так называем священники. Пресвитеры называют слово Божие. А и священство называется. Священники вообще делятся, первосвященники и священники. А потом левиты, сегодняшние как бы диаконы говорят. Но на самом деле это немножко не так. Диаконы, подиакон есть, потом чтец, певец, их рукополагает. Епископ с разным таким, говорится, чином глубоким. Так, вот Господь, так вот все, Господа, все разложено по полочкам. Если читать Коран, голову сломаешь. Господа, до такой степени, вот когда ты, если верующий, вообще логика такая, все понятно. Если не верующий, то что-то можешь запутаться, но не сильно. Потом, чтобы ученики не соблазнились тем, что он умирает тогда, когда начали приходить и язычники, он говорит, это самое, то есть смерть моя еще более увеличит веру язычников. Ибо как пшеничное зерно тогда приносит много плода, когда был, было, быв посеяно, умрет, так и моя смерть принесет много плода для веры язычников. Итак, пусть никто не соблазняется, потому что моя смерть не препятствует присоединению язычников, но примером зерна пусть убедится, что падение мое в смерти моей приумножит число верующих язычников. И мы из вас все те самые, которые через Господа, через его смерть, смерть, слово смерть здесь главное. Ну, мы знаем, что перед тем, как была смерть, была жизнь Господня, а какая жизнь была Господня перед этим. Кто помнит, что там было до того, как Господь умер-то. Господь своей жизнью на небесах дал нам спасение, продолжил. Ведь бесов кто скинул на небо, с небес. С неба небес кто на небеса-то скинул, на землю кто скинул. Господь, написано, Михаил и Архангелы, Михаил Архангел и Ангелы, воинство Божие, воевали с Сатаной и его клевретами, бесами. И победили их кровью Агнца. Христос нас уже спас в какой-то там день, точно не можем сказать, но в какой-то день творения. Была война, представляете? Почему? Потому что когда змей подполз к Еве, он уже был предателем и человекоубийцем. Он уже хотел людей убивать. Он уже был лжецом. То, что вошел даже в змея, он уже лжец. А когда это случилось-то? Когда победил-то? Вот в какой-то день творения победил, написано, ангелы рукоплескали звезды, когда Господь творил. То есть ангелы уже были. Значит, какой-то из дней, четвертый день, пятый день, шестой день было, нет? Господь уже творил самого человека. И написано, что сатана, он по гордыне, намек такой идет, что гордыня его, а еще гордыня, а еще и зависть. Он увидел человека, и сегодня и нативность говорит, мы ангелам славу не поем. Когда мы славословим? Слава тебе, ангелы. Кто такую молитву знает? Дети мы должны знать. Слава тебе, ангелы, слава тебе, ангелы, слава тебе. Да. Есть такие, такой, ангелы, славу ангелу какому-нибудь распеваемые. Мы Господа благодарим. Благодарим тебя, ангелы Божьи. Вот так есть. Благодарим. Да, да. А чтобы славить? Славим Господа через Него. Пресвятая Богородица, слава тебе. Есть такое? Нет, конечно. Подождите, стоп, подождите, я к Лене обращаюсь. А то она у нас стихи пишет, напишет песню еще какую-нибудь. Не ту. Лена, славим Богородицу? Слава тебе, Богородица, слава тебе. Есть такое? Пресвятая Дева Мария, слава тебе. Да нет, конечно. Да тише. Есть или нет, пускай сама ответит. Есть такое? Ну, у нас в таких роде я встречала, где Богородица колония. Слава Богородице есть или нет? Прославление Богородицы. Есть такое, Лена? Да, вот это я вам задаю вопросы, да? Да нет, конечно. Вы только меня не пугайте. Он что говорит, не... Надежда Васильевна, вы правильно говорите, это понятно, вы молодец, но вы это уже такая древняя, что вы должны это знать просто. А помните, как мы с вами спорили? Вы со мной, вернее, спорили, когда напали на меня там всем вагоном, когда мы, потеряя, поехали на Пасху, и я сказал, что сатана не знал, что Христос Бог. О, еле-еле до Игнатихныча доехали. Третьейский судья разрешил спор. Помните? Я сказал, Надежда Васильевна, что больше никаких не было этих споров. Это было лет 20 назад, если не больше. И мы никогда с вами больше не спорили. Потому что вы теперь точно знаете, да? Что сатана не знал, что Христос Бог. Не знал. Пресвятую Богородицу не прославляем мы. Слава тебе, Преста и Богородица. Нет. Нет. Почему? Славы моей никому не отдам. Говорит Господь, прославляем Господа Иисуса Христа, Бога Иегову, слава Иегове. Можем говорить, Духа Святого, слава Духу Святому. Преста и Троица, Боже наш, слава тебе, прославляем. Слава тебе, Троицу прославляем. Больше никого не прославляем. Ни КПСС, ни Махаи СС, ни там Единый СС. Я записала, подчеркнула, спаси Христу. Слава Христу. Игорь, место Писания скажи, я пропустила. Место, которое сегодня пропустила. 12 глава Евангелия от Рана. 20-24. 20-24, да. Отлично. Хорошая форма. Это нормально вообще. Это нормально. Ты будешь отлично, подшипники. Уже у вас ведет же, да, каталог? Ну как? У нас демонтажка была уже, все закончилось. Ну вот подшипники надо будет знать, прям как очень наши. Я с трактором возился, там 312-й, там 362-й. И это до сих пор у меня, 315-й. Ты по деревке делал, да, или где? Трактора? На работе, на Колыме, где я делал-то их. Я же там не груши окалачил. Ну я же геолог. Палкой какой-то там или чем. Геолог. Нас двое было на промывке золота. Шахтеров всех отправили в отпуска, вылезли, а я как будто там не был. А я и тракторист промывали кучу эту золотую вдвоем. Она здоровая 20 тысяч кубов, если не больше. Ты что, все вдвоем промыли? Ну конечно. У тебя время сколько потребовало? Два месяца. Больше, наверное, два с половиной. И бульдозер на левая бортовая у него никудышняя, полуось свернута была. И он постоянно, каждые два дня у него эти подшипники летели. И мы это, там, один подшипник только килограмм 15 весом. Один подшипник. Там есть и маленький, но это 315 он здоровый. А какая руда была? Золото. Какой? Глина, камни, гравий, галька из разных пород. Диориты, кварц. Ну что там может еще, если ты поймешь. А, ну ты-то геолог же. Вот я почему интересуюсь, если я же не встречалась с ним. Ну да, ты не встречалась с этим. Это рассыпное золото шахтного типа. Потому что там лед, глубина до 40 метров, даже до 60 метров. И поэтому бьются шахты, прям настоящие стволы бьются. Там транспортные шторы. Это вы из-под земли что ли? Конечно. Конечно, из-под земли доставали. Я там проводил измерения все. Мне специально линию подводили, для того, чтобы я отбойным молотком брал пробы. И вытаскивал все это, тоже я сам эти пробы в мешках. Насыпал туда 20 килограмм, чтобы было. И на себе там тащил. Ну это сразу после института, да? Ну как сказать? Да нет, не совсем сразу. Это был 92-й год. Я в 86-м закончил. Нет, нет, я уже... Просто я ушел из государственной службы и стал на частниках работать. Поэтому приходилось там. И людей не давали, главное. Каждый занимается своим делом. И все они были с Украины, шахтеры. 33 человека. И все с Украины. Я работал с хохлами, вот с этими самыми. Нет, можно рассказать? И только теперь, через 20 лет, через 30 лет, я начал понимать, с кем я рядом работал. Но я же не знал, чем дело закончится. Ну тогда-то все были в союзах. Они всегда, они такие жадные, такие вечно недовольные, что-то всегда... Я вообще забывал, что они не из России-то, что у них паспорта-то хохлядские. А теперь-то уж все понятно. Вороватые. Вороватые, жадные. Кацап, там, это у меня они Кацапом называли, то больше никак. У меня бороды не было. Кацап это бородатый козел. То есть, ну, козел с бородой. А козел, что без бороды есть, что ли? Все козлы у них бороды. Что за обзывания тупые такие? Причем, назовешь его хохол, у них вот такой хохол здесь. Они обижаются. Не, ну, если вы себя ассоциируете с украинцами, то у них самое главное было, что это вот этот вот осинец этот, осилец. Вот это осилец хохол. Вот их и назвали хохлами. Ты говори. Я хотела сказать, позавчера вышел на меня сатанист, или я на него вышла. Ну, в общем, кто-то к кому-то на страницу зашел, и я почитала. Это такой ужас, просто дикий ужас. А зачем ты это читаешь? Ну, рецензию оставляет человек на стихии. Я посмотрела, по рецензии нажимаешь, и идет ссылка. Вот, и я ничего не стала. Я посмотрела и думала, уйду, тут бесполезно. Представляете, он заходит. Ну, а человек видит, кто к нему в гости заходил. Он нажимает и тоже заходит. Ну, Марина может. Не Рустик звать его? Нет, Сергей Берлин-Йорк. Что-то такое Рустик. Слак, ты не читала его опусы? Стихию? Стихию. Тогда что-нибудь? Я ничего не стала. Я просто зашла, посмотрела и ушла, потому что там страшно. Слак тебе Рустик. И он заходит ко мне сам. Заходит ко мне сам, и мне такое пишет, я даже не ожидала. Он говорит, вы знаете, у меня мама-монахиня 15 лет. А, говорит, а я до такого состояния дошел, что меня из петли, говорит, вынимали. Я, говорит, чем только я не занимался, говорит. Я рок-музыкант, тяжелый вот этот металл, да. Я наркоман, я татуировки делаю, и там блуты, и все. И, говорит, а душа у меня тянется к свету все равно, говорит. Я, говорит, ну, я написала, что это молитва вашей матери за вас. Ну, написала, и сайт, и все, там, обратитесь, говорю, послушайте. Читайте, Иван, думаю, что я такой хороший, ну, порекомендовала. Ну, каждая душа может покаяться. Все равно, раз он сам вышел, так хорошо написал, чувствуется, что ему исповедь какая-то нужна. Вам надо покаяние. Они часто смеются тоже. Ну, нет, там было хорошо написано. Прямо по-доброму так. Ну, слава богу, по-доброму, это неплохо еще, хоть написали по-доброму. У нас он рустик, он ко мне пытался, друзья, набиться. Я его взял, принял, как нормального. Рустик, который там все бьется, я бесноватый и так далее. И я ему начал, ну, с ним там беседовать, он там начал говорить, он настоящий в нем сатана, он злобный, полная мне противоположность. Он на всех женщин кидается, там, у него там, он, оказывается, еще врач. Похудел. Да похудел-то, что толку только похудел? Корейс трудится. Ну, похудел, что такое? Я, наоборот, полнел, и что, я кидываюсь, что ли? Я не говорю даже про женщин, но вообще ни на кого кидаться нельзя. У него только одно, вся ненависть, злоба такая, и он, главное, надо все это вычистить, такие слова-то там все выжечь. Ты кто такой-то вообще? Жигатель. И он мне там эти стихи свои прислал, два стихотворения. Я Марину пригласил, говорю, Марина, как ты этот опус, что это такое? Она заглянула, только, ну, прочла вот эти, как она понимает эту, страфу-то эту, рифму. Она, о-о-о, не-не-не, говорит, мне это не надо. А там страфа, там, я не знаю, как он может вообще, там что-то с Игна Тихоновичем, это мой духовный отец, Господи, помилуй. Люди, о чем вы думаете? Так что ты еще не понимаешь, если сатана попал, там, действительно, он бесноватый, это... Кстати, он с Колымы. Ну, очень хорошо, слава Богу. Значит, там бесовь нету, они там не любят, там холодно. Почему написано, это же воссел на севере, да? Отпустился когда сатана, воссел на севере же был? На севере. Престол хочет воздвигнуть на севере престол этот. А сейчас все вот эти, которые гиперборийская раса, и они говорят, вот Боги наши с севера пришли. Да никто ничего не знает про эту гиперборию, никто не один. Они пишут вот эти вот, которые там увлекаются. Они вообще все, сатанисты, увлекаются нашими первородом, нашим первородом. И пишут они православные. Но нету ни одного, ни одного, как говорят сейчас, артефакта. Ну, понятно, то есть выкопали что-то, чтобы было древнее, чем наши рукописи православные на бересте. Древнее нету. Одиннадцатый век, то есть начало христианства Друси. Ну, в 98-м или 89-м году крестился князь Владимир. Ну, за 10 лет до тысячелетия от Рождества Христова. И там где-то началом вот этого 11-го века, то есть тысяча, допустим, 15-й год. Как раз, кстати, в 1015-й год умер князь Владимир Красносолнышко, который крестил Лусь. В 15-м году он умер. И вот где-то приблизительно этим датируются берестяные грамоты. Раньше их находили только в Новгороде, а теперь еще в других городах находят. Копают. Нашли там уже свыше тысячи штук грамоты. И эти грамоты на не циркомнославянском, а на старославянском языке нам понятны практически. То есть переводится легко. Даже просто человеку, вот как с нашим знанием родного языка, мы можем понять, о чем они писали на бересте. Там у них идут исчисления. То есть они исчисляют, кто кому сколько должен, вазов там чего или чего. Купеческие грамоты. То есть люди в полный, как говорится, рост стояли, и была государственность. Были, ну вот эти, ну не денежные, а товарные отношения еще. То есть ты мне это дал, я тебе это. То есть с деньгами было... До принятия христианства не сохранилось, да? А до принятия нету ничего. То есть только Господь касается людей, так люди начинают... Да, да. Ну а там до христианства что там были? Отдельные племена жили, которые враждовали друг с другом и так далее. И новгородцы вот как-то они, как они получили, никто не знает. Как они, новгородцы, вот там вместе собрались, вечи вот это вот. И как демократия. Не было там князя, выбирали избранный, как был посадский воеводок. И он на время был. И вот они там торговали. Торговали с кем? Да вот с этими там шведами, да. Там кто там были вот эти, ну эсты. Там вообще они были еще. Ну представьте, если вот эстонцы, все прибалтийцы, их уже христианизировали крестоносцы. Крестоносцы. Ну кто такие крестоносцы? Это отпочковавшаяся ветвь от тамплиеров, которые только начали действовать. Вообще странные эти тоже ордена. Ну короче мужики, воины, до 15 лет у них идет, приблизительно до 15, может и больше там можно. Перед Господом они дают обет, что будут защищать вот братьев там в монастырь. Они не воюют там, молятся. А воины вот эти тамплиеры, там вот эти меченосцы, ну и так далее. Там у них много орденов. Они дают обет защищать этих монастырских братьев, и это дело Христово, которое они несут, оружием. Да, и то есть они, ну зачем там, они не женились, ничего. Но с женщинами, чтобы у них никаких связей не было. Но там есть, допустим, только мясо не есть и так далее, у них не было этого обета. То есть они считали себя верующими людьми. Ну вот по-настоящему. А потом уже пришло, что там магистры, и что как бы они сами рыцари-монахи. Это потом все. А до этого ничего этого не было. И вот они, этих эстов, прибалтов, и дошли, когда до Новгорода они. Здравствуйте, а там христиане. Только странные какие-то, не воинственные, а, ну, хорошие люди. Ну, хороших-то надо захватить бы, да, хоть и христиан. Ну и получили по шарам. Раз, от Александра Невского его назвали, на реке Нева он разгромил. Это 1240 год. Потом в 242-м еще раз подлезли. И еще раз по зубам получили, уже там, это битва на этом Чудском озере. И все, и они что-то так подумали, подумали. Не хватает у нас рыцарей, чтобы захватить отехать какие-то странные. Ну ладно, они там вроде как христианство у них, и отстали от нас. Это через 200 лет только они вот там... Называется, по сей день все это происходит. Да, и то они католики, и да, и все, что они сейчас сюда лезут к нам, это вот папы тайно через ордены иезуитов все пытаются добиться, чтобы Россия поцеловала туфлю папе. Чтобы мы стали... И вот сейчас на Украине идет религиозная война между униатами, те, которые к папе принадлежат, и православными. Все, все. Вот что было тысячу лет назад, к тому и пришли. То же самое все. Только оно завуалировано уже. Почему? Люди не так верят в Бога. Тогда кроме Бога ничего не было. А теперь есть квартиры, машины, деньги. Есть какие-то удовольствия. На которые, пока ты молодой, можно променять светлость Божию. Можно променять. Можно. Думаете, нет? Не знаю. Меняют. Легко. Денег дайте мне. Душу сатане называется продать. Да. И вот они занимаются этим. Игорь, вот если я славила Богородицу, я прямо говорила, Пресвятая Богородица, слава тебе. Мне теперь покаяться надо на исповеди. Да? Я так считала. Что ты прямо так... Когда ты так говорила? Вот у Эдна Тихоновича не дописано. Вот эти вот молитвы, которые, да, на 7 минут, вот это он говорит, на 12 минут. Там без окончания как-то Пресвятая Богородица, и все, ничего. Не помилуй, не благодарю. А я думала, прославить надо, я ей добавляла всегда. Там просто написано, то есть дай Богородицу. Пресвятая Богородица, спаси нас молитвами. Спаси нас молитвами. А там не дописано. Это православное вероучение в этом, если ты по-другому говорила. Вот, что надо теперь, да, исповедоваться? Это наши беседы с сектантами в этом тоже. Ну все, в принципе. Задавайте вопросы Игна Тихоновичу, с нами Игна Тихонович. Богородицу прославлять, слава тебе, пресная Богородица. А там в ней говорится, достойно есть, читай. Достойно есть, якобы Истину. Богородица, бложитель, те, благородица, пресно блаженную. И порочья Матерь Бога, она щестнейшую ферривен и славнейшую, славнейшую. Без славнейшую. Все. Слава. Все. Молитва, я поняла, и поэтому мы так и читаем. Как можно, иди. Ну, в общем, это и достаточно, да? Молитва этой, читай. Если хочешь прославить и пишет. Нет, у меня я тебя спрашиваю. Игна Тихонович, вот, ваше. Ваши молитвы были, да? Которые вы составляли. Ну-ка, давай. Вы составляли на листочках молитвы. И там было вот так вот, как бы не закончено для себя. Я могу добавить помилую, благодарю или еще что-то. Вот там просто было написано, Пресвятая Богородица. А я от себя добавляла слава тебе. Мне теперь исповедоваться? Это грех или нет? Да нет, не грех. Не грех? Не грех? Когда написано, хотя в молитве это нет, то сама молитва побуждает нас к этому. Ну, само слово православное. Ни в одной религии нет того, чтобы слава принадлежала по наследству. Православное. А у меня вопрос, Игнатий, у меня вопрос. Давайте я вас подстрягу, давайте я вас подстрягу. Да, мы согласны. Больше некого? Тут при чем, Ляда? Я все. Главное, чтобы, Игнатий, больше некого. Надо, Игнатий Тихонович. Смотри, какие короткие, затылок голые. Игнатий Тихонович, перед пасхой. Не красиво, уже сильно. Не стонись. Не стонись. Игнатий Тихонович, чтобы соответствовать шестому правилу привлекательности, вам нужно... Послечься. Косички заплести. Пейс. Я не знаю, что нужно, я просто говорю, что... У вас вот тут вот скоро будут зайти. Видите вас уже как? Никак, никак. Если вы пострижете, будет еще привлекательнее. Это падает на плечи, а у меня даже из-за головы не выходит. Придумывают же у нас. Я вам предложила ваше право. Греться, нечего. Я за свободу. Медля трогать. Посстричь можно? Там еще нет, вот так уже. Его уже восстрилили. Это грех, вот такие птицы есть. Ну, в принципе. Я не знаю, где там есть ножнички. Я тоже, допустим, не знаю, когда мне начинать. Когда Марина уже говорит, слушай, давай постриги сюда. Ну ладно. И еще неделю. Я на этом конец. Успокоили меня, а то я уже к исповеди. Я бы до этого не нашел, чтобы тебя на искать отправить. Я сейчас врачу. Можно именно у бачки спросить? Достойно есть я крова и стеной. О, блажите Тя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения с Ферафим. Без искрения Богослова ручшую, сущую Богородицу Тя величаем. Молите, Сигнативыч, или говорите, кто будет молиться. Кого хотите слышать? Ну, кто не возвращается молиться-то? Вы, 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 вы же старший. Иди-ка сюда поближе. О. Давай, молись, благодари Бога. Тебе есть за что благодарить. Молите, Господи, за все дни жизни наших, в которых Ты с нами был. За то, что не покидал нас и не отходил от нас. Прости, Господи, за то, что грешим каждый день, каждую минуту, каждый час. Прости нас за все, Господи. Помоги, Господи, всем нуждающимся, болящим, путешествующим, сохрани. И нам, Господи, помоги изучать Слово Твое, вникать в Него и не отходить от Него ни на шаг. Слава Тебе за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Ничего себе, если все исполнить это, то будешь уже однозначно вставать.